Как снимать видео, если в квартире постоянный шум на заднем плане? Дети. Ничего страшного. То есть, если вы купите микрофон хороший к себе там, да, то дети на заднем плане, ну, считайте это фоном. То есть не надо, вот, поймите, если вы даете грамотный, качественный, хороший контент для детской аудитории, либо для мамочек, мамочки поймут, папочки тоже поймут, там, да, ну, это же нормально. Потому что вы еще молодой видеоблогер, пусть даже если вам там 50 лет, и у вас там внуки на заднем плане, ничего страшного. Потому что это, если бы там у вас там, не знаю, там бились и рыгали, извините за мной французский, то это было бы, наверное, неприлично. А если там дети там гуляют, то нормально, да. Если вы сами не будете акцентировать на этом внимание, то тоже будет хорошо. Почему? Потому что, когда вы начинаете акцентировать на этом внимание, то люди на это обращают внимание. Ну, к примеру там, да, если вы приходите куда-то там, да, и у вас там пятнышко от кофе, да, и вы будете всем говорить, ой, кофе там, да, там я там пролила, то стопудово все уже будут смотреть на вас и на ваши пятнышка. А если вы никому не скажете, то может никто не заметит. Тоже не, ну, это не так важно. Важно контент, который вы даете. А задний план, ну, это, дети, это всегда круто. Когда есть дети, есть жизнь, да. Дети в заднем плане, это всегда хорошо. То есть, это моя точка зрения, и она, ну, вполне адекватна, я так считаю.